Как заработать на золоте на фоне банкротства банков в США? Что с курсом золота? Растет оно или падает? Что будет с курсом доллара на фоне этой паники и с курсом других валют? Давайте обсудим в этом выпуске. Меня зовут Роман Корнев. Приветствую вас, уважаемые трейдеры компании A-Markets. Вы на канале о профессиональном трейдинге. Я сейчас покажу разворотные точки на графике, где вы сможете точно заработать на этой неделе вместе со мной. Начинаем. Давайте прямо с золотой начнем. На графике вы видите курс за последние почти 5 лет. И сейчас золото находится вроде как в боковом тренде. Однако, если рассмотреть поближе, то мы увидим, что курс золота начал мощно расти. Можно, конечно, связать это с банкротством банков в США. Но как это связано? Дело в том, что банкротство Silicon Valley Bank и Signature Bank вызвали панику на рынке США. И для спасения этих, а также других банков, ФРС уже выделила 300 миллиардов долларов США. Много это или мало? Давайте я вам скажу один факт. В момент ипотечного кризиса 2008 года, ФРС выделила всего 100 миллиардов долларов. Согласитесь, 300 миллиардов это уже о чем-то говорит. Важный момент. Silicon Valley Bank потерпел крах после того, как рост процентных ставок снизил стоимость его активов. Остревоженные клиенты снимали незастрахованные депозиты. В исследовании Social Science Research Network говорится о том, что 186 банков могут столкнуться с таким же кризисом. На фоне этого кризиса, естественно, золото как защитный актив становится очень актуальным. То есть оно стало дорожать не потому, что его стало меньше производить или каким-то образом повысилась его ценность. Именно психологический фактор повлиял на то, что свои деньги надо перекладывать в более надежные активы. Поэтому я считаю, что в ближайшее время можно рассчитывать на активный рост золота. Давайте еще раз посмотрим на график. Мы видим линию сопротивления, к которой движется золото. Вообще я не сторонник делает прогнозы, куда пойдет цена. Я ищу разворотные точки, от которых она может развернуться. Но в данном случае эта линия сопротивления выступает притягивающим фактором. И я думаю, что действительно цена дойдет до этой линии сопротивления. Если же вы хотите готовый сигнал, то тогда лучше рассчитывать на продажу от этой линии сопротивления. То есть когда цена дойдет до уровня 2060 долларов за тройскую унцию, здесь можно поставить ордер на продажу и заработать на снижение. Вот такие взгляды у меня по золоту. Давайте посмотрим другие валюты. Евро-доллар пока что находится в широкой такой консолидации. Я уже говорил о ней на прошлой неделе и все, кто торгует моим торговым роботом, который лучше всего показывает доходность именно в боковом тренде, надеюсь, уже заработали на этом. Потому что цена уже сходила вниз, обратно. Здесь просто 100% можно было заработать. Кому интересен мой торговый робот, переходите на мой канал по ссылке в описании. И там на моем канале переходите к мне в телеграм, пишите в телеграм, я расскажу как его получить бесплатно. Для клиентов компании A-Markets этот робот бесплатно. Если вы торгуете вручную, давайте посмотрим поближе сигналы для точного входа в сделки. Здесь я вижу локальный такой восходящий тренд и линия поддержки. У нас тут две линии поддержки. Если цена дойдет до ближайшей линии в районе цены 1.0642, то можно будет покупать и зарабатывать на росте. Если цена пойдет еще ниже, тут будет еще одна линия поддержки, от которой также можно будет покупать в районе цены 1.0611 и зарабатывать на росте. Астралийский доллар сейчас находится около линии сопротивления, она очень широкая, зона вот эта широкая. Поэтому если цена опять дойдет до этой линии, можно будет от нее продавать. Но учтите, здесь могут быть сильные лужные пробои. Если вы хотите более точно зайти в сделку и с высокой вероятностью заработать, то лучше покупать от линии поддержки. Вот здесь вот внизу видите линия поддержки. Это в районе цены 0.06611. От нее можно будет покупать и зарабатывать на росте. Британский фунт движется в коридоре, но в целом пока что восходящий тренд и я жду его около линии Fibonacci 61.8. Это в районе цены 1.2754. Если цена дойдет до этого уровня, от него можно будет продавать и зарабатывать на снижение. Бирюзовым прямоугольником я показываю разворотные точки. Доллар к канадскому доллару. Вот такой краткосрочный сигнал на таймфрейме M30. Здесь если цена дойдет до линии сопротивления, то в районе бирюзового квадрата, это цена 1.3762, можно будет продавать и зарабатывать на снижение. Ну давайте посмотрим канадец к швейцарскому франку. Также он имеет линию сопротивления вот такую вот. Если цена дойдет до уровня 0.6909, от него можно будет продавать и зарабатывать на снижение. Полный обзор разворотных точек по другим валютным парам смотрите обязательно у меня на канале по ссылочке в описании. Ну а сейчас давайте посмотрим экономические события, на которых можно заработать. Там есть очень интересные новости. В понедельник у нас достаточно спокойный, а вот во вторник будет базовый потребительский индекс цен. Это новость, которая отображает инфляцию. Здесь в 15.30 новость по Канаде. Ожидаю просто повышение волатильности. В среду будут более интересные новости. Во-первых, индекс потребительских цен с утра в Британии. Также ожидаю повышение волатильности. А вот вечером в 21.0 по Америке решение по процентной ставке ФРС США. Причем ставку планируют повысить. То есть вы представляете, и так экономическая ситуация нестабильная. Банки банкротятся, в том числе из того, что ставка повышается. И они еще повышают ставку. Это может привести к еще большему количеству банкротств банков. Я думаю, просто это переделы рынка. Глобальные переделы рынка. Как говорится, богатые богатеют, бедные беднеют. Ну что поделать, экономическая модель такова. Я не ожидаю здесь какого-то направленного движения. Потому что сейчас уже путь повышения ставок пройден. Здесь просто, скорее всего, увеличение сильной волатильности. Потому что ожидать, что точно она повысится, я уже не ожидаю. Однако, все-таки есть повышение. Обычно после этого курс растет. На это можно рассчитывать. В четверг решение ЦБ Швейцарии по процентной ставке, но не планируется и увеличение. Ну и слава богу, как говорится. Потому что у них уже кредит Свиз, один из крупнейших швейцарских банков, тоже на грани банкротства. Поэтому повышение, конечно, ставок приведет к еще большему банкротству банков. Надеюсь, у них этого не случится. Ну а днем в 15.00 решение по процентной ставке в Великобритании. Здесь планируется повысить с 4 до 4.25. Здесь можно ожидать все-таки направленное движение. Ожидаю, что курс британского фунта будет расти. Вот такие интересные новости. Опять, все будет достаточно спокойно. Так что событий много. Очень интересных событий много, на которых можно заработать. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я там публикую заранее о новости, чтобы мы успели на этом заработать. Все, кто подписан, все меня благодарят. Почитайте отзывы. Мы зарабатываем на таких новостях. Если вы только начинаете торговать, изучаете финансовый рынок, обязательно переходите на мой канал по ссылке в описании. Там под любым видео будет ссылка на мой курс обучения трейдингу для начинающих, которые при определенных условиях можно получить бесплатно. Поэтому заложите хороший фундамент для вашего трейдинга. Если выпуск был интересный, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Желаю всем успешной торговой недели. Торгуйте с удовольствием. Всем пока.